Немножко разбавим тему интеграции со стороны шины, интеграции со стороны Абапа. Так, видно, да, экран? Да, 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 видно. У нас просто... Минутку, сейчас я закрою окошки, чтобы не всплывали. У нас есть простой очень сервис, будем считать. Будем считать, что мы Абаперы, которым шлют на вход две сущности – заказ и поставку. Заказ состоит, собственно, просто из номера заказа, и поставка состоит просто из номера заказа и номера поставки, который на этот заказ ссылается. Все. То есть задача, ну, допустим, откуда-то кто-то нам это все шлет, мы должны в Абапе это отработать. При этом может возникнуть ситуация, что заказ уже пришел в систему, и тогда поставки на нем, на базе его можно создавать. И вторая ситуация, что заказ где-то застаял, поставка пришла, поставку надо создавать, а создавать нет ссылки той сущности, на которую надо создавать. У нас есть простейший СОП-канал. Так. Очередь я сейчас здесь отключу. В общем, это были вчерашние эксперименты. Есть простейший СОП-канал, простейшая ИКОХа, которая без всякого мэппинга это в S4 отправляет по XI-протоколу. То есть части шины тут абсолютно ничего интересного нет. На стороне Абапа, если посмотреть, это сообщение выглядит примерно так. Ну, вот это вот заказ. Ну и поставка, соответственно, примерно так же сделана. Ничего тут сложного нет. Так, у нас для контроля написано две таблички. Это вот табличка с заказами. Сейчас я ее... Так вот она выглядит. То есть это вот номер заказа. Пользователь, дата и время создания, кто его менял или создавал, или изменил последний раз. И это вот тема сегодняшнего нашего показа. Unit ID – это GUID, но не PI-ного сообщения, а BGRF-цешного юнита обработки. Так, сейчас мы эту табличку почистим, чтобы с чистого листа показ начать. Так, таблички почистили. Вторая таблица у нас есть – это поставки. Тоже сейчас будет пустая пока. Итак, так как мы хотим тестироваться массово, то я не посманом буду слать, а буду слать тут простейшей прогой. Написан просто самый примитивный код с HTTP клиентом, без всякой тут особой параллелизации и асинхронности. Асинхронность тут очень тупая, не всегда работает. Вот я буду слать заказы, которые вот здесь вот прям так и выглядит. Заказ, номер заказа. Ну, тут еще нулями впереди до 10 символов добивается. На самом деле там в ABAP даже есть на это добивалка, но мне проще было еще здесь ее бить. То есть заказ шлется такой XML, поставка шлется вот номер заказа, номер поставки. А я буду заказы слать там от одного до скольки-то, а поставки буду умножать номер заказа на 10 и там возможно прибавлять, чтобы там из номера поставки там легко смотреть кое-что было. Ну, это детали. В общем, вот мы шлем сейчас два сообщения. Заказ сперва шлется, потом поставка на него. Сейчас должно прочухаться. Потом мы будем слать в цикле и смотреть, как у нас массово это все шлется. Вариантом были, конечно, всякие Jmeter или Coil, но это там костыли. В общем-то, код в идее гораздо более простой и удобный для таких экспериментов, чтобы гибко что-то слать. Так, вот открываем SXI Monitor. Итак, вот у нас пришел заказ. Пришла поставка. Все просто. И у нас в табличках появился первый заказ с текущим временем. И вот здесь появилась поставка со ссылкой на него. Теперь поменяем, вернее, теперь отправим только поставку без заказа. У нас в этой ситуации вторая поставка, но заказа второго не было отправлено. По сегодняшнему показу я хочу показать, то можно будет ее обработать без всяких джабов, без всякого периодического обхода, а более простым способом, о котором сейчас речь будет. То есть вот здесь поставки не создалось. В SXI Monitor сообщение пришло, и оно застояло в великолепном месте, которое называется BGRF-C Monitor. О BGRF-C несколько слов. Специальные слайды я не стал готовить. В документации там это все есть, в стандартной. Есть, как в случае QRF-C, так и BGRF-C, есть входящие и исходящие сценарии. Но в QRF-C у нас всегда есть только очереди, а в BGRF-C есть еще и транзакции. Транзакции и очереди, и транзакции есть. Транзакции – это просто пул запросов, пул лувов, которые лежат где-то в какой-то табличке, откуда рандомно они выбираются. И вот BGRF-C комбинирует обе обработки. В нашем случае у нас обработка Inbound, она локальная. То есть у нас пришло что-то в SXI Monitor, в Local Integration Engine. И тут же переложилось из очередей XBTR. Здесь вот будет, увидим, XBTR очереди. Оно переложилось в очереди BGRF-C. И с точки зрения системы, это вот локальный вызов такой, это Inbound считается. Если мы делаем вызов из одного манданта в другой, либо межсистемами, то сперва есть Outbound, потом Inbound. А тут, когда локально, это просто один Inbound. Итак, это что-то у меня старое, что-то застаряло вчерашнее, похоже. Это вот новый монитор, который, возможно, кому-нибудь из вас придется использовать. А может быть, вы уже его используете. Идея такая, что мы делаем очереди для заказов и очереди для поставок. Поставка, телевизор, подчеркивание, номер заказа. У поставки там, может быть, много своих собственных номеров, но нас интересует номер заказа. Вот тут, к сожалению, нет массовых операций. Так, как бы тут... Ладно, проще прощелкать, видимо. Ну, видимо, BGRF-C еще не совсем великий, правильно? Нет, там это можно написать. То есть там вот как раз, что есть API, но вот этот монитор, он тупо реализация этого API, там, самая простейшая. Вот тут приходится писать свои обертки с мониторами, там, типа массовое удаление или массовый рестарт, потому что так и сделано, вот почему. Ну, зато мышка работает. Так, что у нас тут? Раньше мы только в S&Q 2 заставивало что-то у нас. Теперь у нас и здесь будет заставить. Так, а что здесь еще, может, какой-то юнит заблокирован. Блокировки тут бывают двух видов. Я потом кратко в коде это покажу. Есть блокировки юнитов, есть блокировки очередей. Так вот, наше сообщение с заказом, которое, с поставкой, которое пришло, оно застояло в этой деливере, подчеркивание номер заказа очереди. И тут сделаны два функциональных модуля. Первый функциональный модуль – это обработка заказа. Так как это BGRF-C, то у нас что в BGRF-C, что в QRF-C, единицей обработки является LUV, ну, там, и LUV-ы с юнитами. И, в конце концов, они должны упираться в функциональные модули. Поэтому вот этот вот модуль обработки заказа – это один FM, модуль обработки поставки – другой. Можно, конечно, их, наверное, было бы объединить при желании, но смысла в этом абсолютно никакого нет. Проще как раз разделить это. Илья, ты, этот, LUV-ы с заказов и поставок – это не отдельные? Ну, то есть, в конечном итоге в базенку ты пишешь их по отдельности, либо ты VB-Tables наполняешь, и потом, когда оба, типа, все ок, они после этого прокатываются уже в основные таблицы. Ну, просто там с LUV-ами же есть куча подноготной вот этой вот. Интересно, веселой. Специально я в таблице ничего не пишу, за меня все делает система. То есть, эти LUV-ы – это не я их все реализую, это работает машина. Вот, сейчас видим, что застаяла одна поставка, ее можно, в принципе, протолкнуть даже руками, но она тут, вот этот способ сейчас тогда сломает логику, потому что там вот эта нереализованность защиты от ручного проталкивания. То есть, я могу вот этот юнит задебажить, и тогда он запустится. Но мне, он тогда снимет блокировку, вот эту вот желтенькую, которая есть. А мне надо как раз, чтобы эта блокировка была. То есть, заказ-то еще не поступил. И вот теперь смотрим, что заказа номер два нету. Поставка номер по заказу… А, ну, вот эти дурацкие отработали, их не смотрим. Поставка по второму заказу здесь не создана. И теперь, вот, допустим, что мы вот сейчас вот здесь вот так вот сделали и отправили второй заказ наконец-то в систему. У нас вот здесь вот сперва в SXI мониторе должна появиться запись с заказом. Вот он, заказ пришел. И из вот этого монитора поставка должна уйти. Вот она ушла. Потом в таблице должна появиться запись с поставкой 2. Вот она создалась. И заказ, вот поставка в 15.45 создалась. И заказ в 15.45, да, вот он пришел. То есть, это вот такое поведение ожидаемое, что у нас сообщения приходят в разнобой, но мы их можем сериализовать, выставить последовательность на стороне получателя по какому-нибудь там коррелятору, по какому-нибудь атрибуту. Теперь я немножко покажу код, и мы потом массовый тест сделаем. Как это выглядит в S-proxy, начиная. Да, и наша задача еще, помимо того, чтобы последовательность обрабатывалась как следует, вторая задача – это чтобы очереди XI-ные не застревали. То есть, наша цель, что у нас вот будет лютый хайлот с точки зрения там начинающего интегратора, что типа там, ну там, тысячи сообщений в час ходят, все должно ходить, и при этом, скажем, что я как пиарщик сказал Абаперу, что ничего не должно застревать в XI-ных очередях, все должно быть в твоих отдельных очередях. Вот, а идея такая, что мы вот пишем такой код, ну это вот обычный код добивания нулями спереди, но остальное вот такая штука, что сперва создается BGRFC-дестинейшн входящий, вот он здесь вот описан. Затем мы от этого дестинейшна получаем юнит, это вот как раз контейнер для лува, этот юнит будет у нас в очереди. Можно транзакционный получить юнит, вот этот юнит T, но он у меня здесь не используется. Это вот TRFC-шный юнит, как раз он транзакционный, но этот TRFC-это внутри BGRFC именно. А вот этот юнит Q, это у нас внутри BGRFC-юнит с очередью. У нас есть имя дестинейшна, демо-рд. Этот дестинейшн мы настраиваем в конфигурационном кокпите. Вот это вот демо-рд, это как раз вот прикладной дестинейшн. То есть это не SM59, а это прямо просто там отдельный какой-то дестинейшн, у которого есть две зарегистрированные очереди. Потом мы создаем очередь, прописываем. Можно тут несколько очередей прописать у одного юнита, но нам это не надо. В PLP описаны вообще какие-то очень сложные зависимости, но у нас задача достаточно простая. Мы кладем в очередь ордер подчеркивания номер заказа. Вот этот вот вызов нашего ордера, FM-ордера, и передаем ему на вход номер заказа. Если вот сюда, здесь будут еще другие данные, помимо номера заказа, собственно, основное содержимое, то их, соответственно, надо на вход этого FM-а подать. И вот это вот выражение, in background unit, и дальше вот объект с этим юнитом, это как раз BGRFC-шный вызов. То есть вот в этом FM-е по заказам мы просто все заказы тупо валим в эту очередь и все. Но у каждого заказа будет своя очередь BGRFC-шная. То есть это не одна очередь на все, а у каждого отдельно. Если какой-то луф застрянет у одного заказа, то это не помешает остальным заказам в других очередях крутиться. Обработка заказа у нас тут тоже очень простая достаточно. Здесь мы тоже BGRFC-шный destination снова тот же самый создаем. Но вот этот вот вызов, когда мы его здесь зарегистрировали, он прошел момент времени 1, скажем, в 10.00. Потом BGRFC-шный диспетчер в какой-то момент, там в 10.05, скажем, условно, его подхватит и снова начнется его выполнение. Но уже после того, как его сперва положила система в базу данных, в системную таблицу QRFC-бгрFC, а вот потом диспетчер его возьмет. Здесь мы определяем тот идентификатор юнита, в котором мы запустились. Я это обернул в try-catch, потому что еще я это в SE37 просто дергал время от времени, чтобы проверить. И в BGRFC-37, естественно, вот этот код падает, поэтому там этот L-unit будет пустой. В SE37 пустой, а BGRFC-нормально он будет заполненный. Ну и здесь мы логику очень простую делаем. Смотрим в таблицу с заказами, где номер заказа, то, что нам дан на вход. Если он есть, то обновляем, если нет, то вставляем. Это, в принципе, просто вся логика, которую я тут для показа того, что это работает, сделал. А потом вот у нас логика идет немножко уже замысловатая. Мы у BGRFC смотрим очереди поставок с номером заказа, которые могли быть по нему прийти. То есть у нас сперва, допустим, пришел заказ, потом поставка, тогда вот этот код вернет ничего. То есть нету таких зависших зависимостей. А если наоборот, как вот второй был запуск отправки сообщения, сперва пришла поставка, а потом заказ. И так вот, мы вот здесь вот, когда получили заказ, смотрим, есть ли застрявшие поставки. Мы этим кодом получаем список юнитов, которые застряли в очереди с поставками. Дальше мы проходимся по всем ним и сбрасываем их блокировку. Вот это методом релиз. Это блокировка юнита мы сбрасываем. Там еще есть отдельно способ сбросить блокировку очереди. Но я его здесь толком не дописал. Но это там отдельно, короче, API есть на тему блокировки очереди. Его там надо тестировать. И для этого демо-примера просто более надо тщательно какой-то случай подбирать с блокировками очередей. И это, в общем, вот этот код как раз зависимости у нас освобождает, чтобы они поехали. Вот. В профсике по поставкам тоже, в принципе, все просто. И примерно так же. У нас тоже создается юнит. Delivery, подчеркивание номер заказа. Потом мы вызываем FM. Вернее, регистрируем его вызов в виде луа. И вот здесь вот как раз смотрим, что если у нас есть этот заказ, то все в порядке. А если нет, то мы на зарегистрированный вот этот вот вызов этого юнита ставим блокировку вот здесь вот. Вот. При этом смотрите, тут важно, что ни здесь вот, ни в заказе не должно быть коммитверков явных. Они, это не относится к BGRF, но просто абаперы часто делают эту ошибку. Они во входящих прокси начинают лепить коммиты там, где не надо. Потому что, ну, они привыкли, что коммитам кашу не испортишь. Коммит, он завсегда коммит. И в итоге эти коммиты вызывают, да. Ага. Этот, прокомментировать. Вообще-то, BIT 420, если мне память не изменяет. Вообще, говорит строго-настрого, никаких коммитов в серверных проксях. Пожалуйста. Синхронных можно. Они не завязаны на уровне. Да, да, да. Синхронных нельзя, да. А синхронных вообще, ну, то есть, ни под каким соусом здесь, в принципе, ну, потому что машина должна сама обработаться. Вот этот пакет, он либо транзакционно обработался, либо пошел нафиг. А когда ты шаражешь внутренний коммит, ты лув рвешь просто-напросто. Да, да. То есть лув здесь должен фреймверком быть. И в чатике у нас в SAP Integration была указана нота, в которой это тоже еще раз разжевывалось. В курсе, я, кстати, этого не помню, давно, видимо, читал. Но вот нашим разработчикам, я это как раз говорю, и тут даже в этом примере, который я изначально его не для Pimono готовил, но так удачно получилось, что здесь он тоже в кассу пришелся. Вот здесь коммитвек использовать нельзя, потому что вот так вот. В общем, вот у нас получается часть логики записана в главном FM по освобождению блокировок. Часть логики по постановке в очередь записана, где мы смотрим зависимости, ставить лог или нет. Это, конечно, очень простая схема, тут всего одна зависимость. Если смотреть более сложные случаи, то зависимости может быть много, и там так просто в лоб это не решается. С другой стороны, очень часто в задачах интеграционных вообще нет зависимости. То есть можно просто в BGF-C сваливать в очередь, и все. Зато эта очередь будет не XB очередь, не SMQ-2, там будет застревать наша и говорить, ой, опять у вас тут в шине что-то застряло. Смотрим, там интегратор смотрит, ну это ж у вас блокировка. А, ну да, да, ну это не шина. Ну вот идея, что в шине постоянно что-то застревает, она давляет массами. Срочно нанесите ершик. Да, и вот это вот как раз подход, он позволит, во-первых, зависимостями управлять, во-вторых, просто обособить очереди доставки от очередей обработки. То есть у нас получается обработка идет в другой очереди, это раз. Второе, вот тут я вставил disable commit checks, он на самом деле не рекомендуется, и он здесь, вот в этом примере он вообще не нужен. Я тут немножко хотел этот пример там расширить, потому что, ну вот в этом, в простом случае, тут вообще все тривиально, тут на самом деле нету никаких сложных вещей, типа вызовов BAPI, либо вызовов под другим пользователем, там destination known, либо какой-нибудь destination, чтобы локально вызывалось под другим юзером. Ну вот в документации сказано, что штатно нельзя в BGFC использовать там call function destination, wait, commit work нельзя, rollback явно нельзя, HTTP клиент нельзя использовать, нельзя db commit вызывать и так далее. Ну, у SAP с одной стороны это нельзя, с другой стороны сделан метод disable commit checks, а в-третьих, везде, где я примеры смотрел SAP, это disable commit включен, потому что сам SAP, в общем-то, понял, что нельзя без коммитов, ну то есть, если вот этот метод не взвести, disable commit checks, то там синтаксические проверки многие будут сразу вышибать, этот loop сразу будет красненьким, этот юнит вернее, и он просто не сможет выполниться никогда. Во-первых, надо, чтобы он при постановке в очередь не сломался, это раз, disable commit checks. Во-вторых, ну по факту, если мы отключаем, то многие вещи работают, то есть, мы если wait, там, ожидание одной секунды воткнем, то мы увидим, что оно работает, вот сейчас, кстати, как раз вот в этом примере, давайте сделаем для наглядности так, это мы получили wait for in seconds, кажется так а нет, wait, это другой wait up to о, вот это, я каждый раз вспоминал, забываю короче, да и мы это даже в обоих модулях сделаем, чтобы я вот не помню, up to, он действительно одну секунду подождет или застоянет еще, может раньше выйти по-моему, может не гарантируется там в документации указано, что есть возможность за него выскочить поэтому оно и пишется как up to люди были очень точные но гарантий как бы сверху не сделали вроде бы мы не операционную систему пишем, где это принципиально важно а гарантировать, что wait не закончится раньше это не молодцы итак, мы теперь вот сделали ожидание и давайте сделаем массовый какой-нибудь пример допустим, даже можно пока в прямом случае что у нас сперва идет 100 заказов ну а одну секунду нет, 10 заказов 20 лучше и по каждому заказу мы будем делать 3 поставки так, нет наверное 2 ну вот сейчас вот 3 их поставки вот 3 поставки, да и сейчас посмотрим то есть у нас задача убедиться, что во-первых xb очереди у нас не застревает ничего а во-вторых что видно видно что-нибудь по заказам так наш пример можем несколько раз там потом можем отключить эти задержки по секундам так пришло сюда или нет не пришло а здесь я пытался вчера со синхронностью легким наскоком побороть но там с этим хдп клиентам казалось это не так просто я более мощного клиента не стал использовать так вот что-то полетело вот у нас поставки но очереди по заказам быстро прошли да и тут обработка идет в параллель точно поэтому по одной секунде тут нам мало что дало и да я сейчас зажму шедулер чтобы он получал меньше ресурсов вот здесь вот как раз это шедулер на уровне сервера приложений один рабочий процесс сейчас ему сделаем а тут тут не совсем это настройка из самих процессов тут там какая-то формула по которой это вычисляется я ее особо не понял так вот здесь вот у нас тоже один здесь у нас ничего нет сейчас время тогда побольше просто сделаю чтобы было видно что что-то застревает хотя бы по заказам допустим и по заказам мы будем ждать ну тут раз их параллельно ресурсов много можно и 10 секунд подождать ну и заказов тогда побольше отправим 50 вот у нас есть очереди по заказам ну в очереди заказов только один юнит потому что там мы вот здесь в коде шлем только этот заказ один раз но я мог сюда добавить тогда было бы их несколько вот сейчас вот они должны достаточно быстро или не быстро рассосаться но вот у нас есть какие-то зависимости которые частью заблокированы вот это вот 21 деливи по нему видимо заказ 21 еще не прошел поэтому он еще желтенький через какое-то время он должен пропасть вот их меньше-меньше становится сейчас можем добавить ресурсов планировщику и посмотреть может быть это быстрее будет пример отрабатывать вот с настройкой планировщиков здесь конечно надо играться смотреть читать доку но идея в том что вот тут мы можем сказать что на входе минус один шедулер это значит он там сам сколько-то выделит один это вот он один только создаст потом еще есть у него тут монитор шедулеров он покажет сколько активных шедулеров сейчас работает вот он один возможно сейчас мы переделаем запуск снова и будет шедулеров одновременно больше работать так смотрим в мониторе или ты скажи когда тебе можно вопрос задать по зависимости вот сейчас вот все отработало сейчас я тот же самый пример еще раз покажу и потом после этого вопросы да давайте вот я сюда даже побольше накидаю здесь чтобы заказ дважды приходил обрабатывался здесь даже чтобы было от нуля до трех это четыре четыре поставки по каждому заказу но поскольку ресурсов ему прибавили он должен сейчас быстрее отрабатывать число параллельных рабочих процессов должно быть больше вот что-то едет и вот здесь вот то ли уже все проехало то ли я его логики здесь не понимаю не знаю так а вот здесь вот смотрим здесь еще что-то едет но заказу уже пах а нет заказы есть еще заставшие в общем она пока едет да олег готов по зависимости такой вот вопрос вот получается сделать зависимости между объектами и очередями можно только имени имени юника нет можно один юнит положить в две очереди тут есть такая картинка очень достаточно сложная так где же он у меня ну а вообще подожди а вообще мой вопрос такой вот собственно как зависимости между очередями ну на основании чего делаются вот а мы когда юнит укладываем то указываем список очередей которых в которых он выполняется получается как бы за счет юнит то есть юнит это та из которой вот эти зависимости аккумулируют да то есть тут я я в своем примере получается смешал два вида зависимости и зависимости рантаймовые когда мы селектами что-то делаем а вернее я только такую зависимость и сделал а зависимость которая по мануалу вот здесь вот именно BGRF-C зависимость я ее не смог сделать потому что я не знаю как свой пример в нее утоптать вот здесь вот эта картинка то есть вот внутри юнита есть несколько вызовов FM от нуля до там много и то что я один вызов FM сделал в одном юните это просто частный случай то есть во-первых это может быть юнит из цепочки FM во-вторых вот этот юнит вот этот седьмой например он во всех трех очередях лежит и да юнит может быть только либо вида очередь либо транзакционный транзакционный это просто бассейн какой-то пул юнитов которые в рандомном порядке оттуда обрабатываются а если это очередь соответственно мы указываем все очереди которые перед этим юнитом лежат вернее которые в которых этот юнит лежит и вот этот седьмой юнит это кирпич он будет выполнен тогда когда третий пятый и шестой выполнится а до этого он выполнение не будет передано окей я понял но вот смотри пример с юнитом один юнит два юнит три это вот если твой пример чуть-чуть расширить юнит заказ юнит два это производственная партия юнит три поставка с партией вот в моем примере тут нет вообще зависимости вот таких вот я тут обошел вот эту идею зависимостями просто что я не смог придумать как это реализовать в в этом фреймверке мою идею на зависимостях то есть вот это вот то что я в испроксе сделал это вообще не зависимости и то что я сделал в этом в селекте там который смотрит то есть это на самом деле просто что у меня есть два вида очереди у которых между которыми нет никаких зависимостей вот здесь вот первый пришел типа поставился в лог второй пришел посмотри есть ли твой чувак который тебя ждет и его тоже исполни получается моя задача я то что делал это не зависимости это блокировки но при этом я их снимаю не каким-нибудь там фоновым процессом который там периодически ходит там что-то думает селекты делает а это именно по поступлению данных установка блокировки при ставке в очередь и снятие блокировки там при поступлении данных то есть если бы я придумал как это вот эту задачу с интеграцией в виде зависимости сделать что вот там вот юнит 3 зависит от юнита 1 и все я бы это сделал конечно но я не знаю просто как эту идею реализовать именно вот в этой логике зависимости а так да вот когда мы кладем в очередь то у нас эти зависимости от того что раньше в очереди лежит они возникают но здесь на самом деле этот еще у меня такая мысль возникла нельзя ли это как-то на объектовых ивентах абапных сделать ну есть же этот с приходом в абап развитого ООП там же есть такие штуки как ивенты которые можно порождать и на которые можно подписываться вот которые фоновые задания или какие-то совсем другие ну вот я опять же абапто достаточно давно касался я просто помню что такое есть я не совсем помню как работает это на уровне фреймворка вот я просто помню что точно была возможность собственно ивенты создавать и на них подписываться и там всякие даже какие-нибудь MVC модели делались на классах которые прям вот этими ивентами пользовались напрямую там явно было не на джобах это все построено ну потому что ну логика работы другая была вот но там единственный момент как бы как сказать чтобы это на объектах работало надо понимать ну чем этот инстанс класса должен создаваться как должен отрабатывать да и зачем он должен собственно лезть ну то есть чем он запускается сейчас потому что здесь классно рабочих ничего не застревает я вот перебил просто что это что действительно задача не застревание в SMQ2 она здесь решена да нет это же понятно это построение чистой асинхронки ну здесь на самом деле это выполнено лаконично и просто я уже насчет ивентов абапнах это так фантазирую то есть там может быть можно еще каким-то образом это сделать но вообще именно БГРФЦ в этом плане ну вполне себе да укладывание это даже в зависимости между очередями наверное здесь выглядит избыточным конкретно для твоей задачи ну потому что здесь действительно там потом податься с логикой зависимости под капотом вместо того чтобы дебажить банально логику обрабатывать тот элемент от которого все зависят с тем чтобы за ним тянуть дальше всю цепочку у тебя здесь цепочка зависимости может растянуться более чем на два элемента если там зависимости не один ко многим то вообще все органично там последний которого которого все ждут он за собой всю цепочку может вытягивать вообще без проблем не образовывая никаких зависимостей вот здесь вот поэтому тут даже наверное этот предложение не было бы на зависимости переезжать встроенные да в общем тут те блокировки и мы что в отличие от QRFC например или других механизмов где-то тут была helpy прям про это статья такая небольшая заметка что можно обращаться с юнитами со стороны и их вытягивать оттуда полить то есть мы пушим туда когда их толкаем в очередь или в юнит но мы можем их оттуда и кстати вот деливери я мог не в очереди сделать а просто в пуле как транзакционной сделать свалку но тогда их не видно что они по какому-нибудь одному заказу тут удобно что если мы поставки делаем по очереди заказа то там их визуально видно в мониторе можно видеть там и это это наглядность просто но так ничего не мешало нам просто положить их в пол и заблокировать тогда тоже можно было бы делать да еще тут все-таки тонкий момент что наверное в теории может быть ситуация ну не в теории даже а просто что пока мы делаем вот этот селект и то есть у нас вот это вот отработало потом мы смотрим есть ли заказ и ставим его может быть вот этот вот код он пропустит какие-то зевнет какие-то ситуации что заказ какой-то все-таки пришел а мы вот здесь почему-то его еще не увидели вот в этом селекте и его поставку заблокировали я могу тебе сказать а потом это будет висеть вечно если этот заказ больше никогда не могу тебе сказать ситуацию как раз о чем я говорил это когда у тебя на уровне работы словами там опять же очень интересно потрахаете на стыке уже обапой базиса на самом деле вот я одно время там ковырялся как раз пытаясь разрешить схожую с твоей задачей но я тогда не пришел почему-то к БГРФЦ обаперы мне сказали типа да просто поставь в основном методе сервера на что я им говорю да нельзя так делать они говорят вот ты хороший интегратор плохой об этом вот и там идея ну сама идея очень простая у тебя два ворк-процесса обрабатывают вот эти лувы которые пришли один по заказу другой по поставке и у тебя просто-напросто заказ мог банально в момент селекта находиться в веби-тейблах ну потому что апдейт процесса же никто не отменял первого-второго порядка вот это вот все ну уже есть он пришел и вот он в веби-тейблах сидит ну я просто здесь отдельно обращу внимание это я прям в свое время раскопал из веби-тейблов объекты не селектятся вот я прям пытался и так и сяк обойти одну историю я там с RE модулем работал и там вроде бы с апом была заложена история что у меня в одном луве надо было обработать родительский объект и сиблинги которые на нем же должны будут висеть и проблема была в том что как это сделать в одном луве да потому что сначала родительский надо создать а потом его заселектить чтобы потом к нему прицепиться то есть его получить на него ссылку какую-то и в рамках одного лува я понял что это ну не делается вот никак от слова совсем потому как сап заложил там условно так называемый BAPI буфер на который я делал большие ставки то есть он как раз до прокатки коммита должен был родительский элемент записать в RE буфер вот а я его оттуда собственно из буфера должен был как-то получить сразу на него прицепить сиблингов и потом все бы это в едином луве под коммитом от интеграционной машины записалось бы сразу и вот нет так не произошло и я пробовал и так и сяк и с записью во временные таблицы и вот соответственно ставить коммит на совесть локальной интеграционной машины и вот нет все что во временных таблицах оно во временных таблицах и все ну да а тут еще эти функции которые мы хотим вызывать они же должны быть сложными все они должны вызывать какие-то в свою очередь BAPI может быть даже чуть ли не пакетный вот там условно еще что-то там всякое там может быть наверченное поэтому тут это конечно момент тонкий возможно что в реальной жизни придется там обкладываться еще и джабами там и какими-то надсмотрщиками и прочим ну сам БГФЦ он такой рекомендованный механизм но его не очень часто на проектах используют вот на ленте по-моему у нас был проект где через БГФЦ там было что-то сделано и тоже так же все осваивали изучали смотрели и это был тоже опыт новый тоже там на стыке интеграции из интеграции данные приходили в пароксил по-моему и там тоже перекладывались БГФЦ вот а так ну вот механизм хотя бы в простых случаях отвязать обработку от доставки он точно работает думаю этого довода уже достаточно чтобы его использовать может быть вопрос есть у тебя прям вот воистину элегантное решение на самом деле я прям сейчас думаю что я был слишком молот и зелен что сам не дошел до такой фигни в похожем случае ну я тоже пытался искать как раз на БГФПЦ меня натолкнули то есть я не сам его придумал использовать но мне тоже свое время подсказали его ну он хорош как раз да чем что это прям реализация вот чистой вот этой кристаллизованной асинхронности которая прям закладывалась в диалоге вот работа локального икса ну надо смотреть как он когда много инстансов большая нагрузка и реальная жизнь вот этот пример я для абаперов подготовил отдал посмотрим как из него что вырастет у нас на проекте так что буду держать вас в курсе может быть вообще от него придется отказаться по каким-нибудь причинам кто его знает всякое бывает ну да подводные камни бывают всякие так запись я прекращаю